Лукашенко пытается покорить африканский рынок. В Беларуси появится новый автомобильный бренд из Китая. Пропагандисты устроили гастроли по вузам. Об этом и не только. В ближайшие несколько минут. Менее чем за сутки белорусы собрали необходимую сумму для похорон погибшего в Украине белорусского добровольца Эдуарда Лобова. Мужчина погиб 26 января после смертельного ранения под украинским угледаром, где воевал в составе ВСУ против российской агрессии. Украину он защищал с 2015 года, а до этого в Беларуси был активистом, за что в 2010 году вместе с лидером молодого фронта Дмитрием Дашкевичем был осужден на 4 года колонии усиленного режима, якобы за хулиганство. Вину свою тогда мужчины не признали и заявили, что это была провокация спецслужб в преддверии президентских выборов. Находясь в заключении, Эдуард Лобов отказывался писать прошение на помилование и полностью отбыл свой срок в одной из худших тюрем Беларуси – Ивацевичской колонии «Волчьи норы». 34-летнего добровольца похоронят в Варшаве, где сейчас проживает его семья. Средства для организации прощания с погибшим еще можно перевести через фонд «Байсол» или сразу на счет матери Эдуарда. Все реквизиты вы найдете в описании. Отметим, что Эдуард Лобов стал 18-м добровольцем из Беларуси, который погиб, защищая Украину. В Беларуси стартует турне пропагандистов среди молодежи. Это информационно-просветительский проект для студентов, который был организован БРСМ и получил название «Зачетный разговор». В течение трех месяцев учащимся в вузов и средних специальных учреждений образования расскажут о военно-политической обстановке вокруг Беларуси в сопредельных странах и о социально-экономическом развитии нашей страны в условиях санкционного давления. Не обойдется без обсуждения достижений Беларуси в различных отраслях. Но главной темой встречи станет, конечно же, правовое противодействие деструктивной идеологии. Учить любить родину студентов будут такие одиозные личности, как Александр Шпаковский, Андрей Муковощик, Игорь Тур, Ксения Лебедева и множество других пропагандистов. Первая такая встреча состоится уже 1 февраля в Минском государственном колледже автомобиля строения. Напомним, на днях подобные мероприятия провели главные идеологи страны. Детей и работников госучреждений собирали в актовых залах. Несколько часов заставляли слушать об экстремистах и коллаборационистах. Видимо, режим серьезно решил взяться за молодежь, чтобы не допустить повторения 2020 года. А студентам остается только пожелать терпения в этом потоке массовой шизофрении. Нелегитимный отправился в Зимбабве, где планируют встретиться с президентом страны Эммерсоном Нангагвой. Главная цель Лукашенко – наладить поставки белорусской продукции в Африку. Временный поверенный в делах Беларуси в Зимбабве отметил, что местные производители не справляются с запросами, существующими у местного населения. В регионе не хватает продуктов питания, техники, одежды, удобрений. Все это, по мнению дипломата, Беларусь может предложить, а в дальнейшем и вовсе выйти на рынки других стран Африки. Вопрос остается лишь в логистике. Во время встречи будут вестись переговоры, чтобы создать Зимбабве хаб для торговли белорусской продукции. Тем временем местные СМИ в преддверии визита Лукашенко в страну решили вспомнить скандалы, связанные с Беларусью. Например, в прошлом году президент страны запланировал покупку 70 пожарных машин из Беларуси на сумму 32 миллиона долларов за счет местных бюджетов. Тогда эта сделка не состоялась, так как у депутатов появились вопросы. Зачем местным советам в сельской местности пожарные машины с 80-метровой стрелой? И почему за такие большие деньги? Другой скандал касался продажи алмазов, для чего правительство выбирало дружественные белорусские компании. Вспомнили зимбабвийские журналисты и закупку якобы белорусских автобусов, которые тоже вызвали споры. Не стоит забывать и о сыне ближайшего соратника Лукашенко Виктора Шеймана, который занимался в Зимбабве незаконной добычей золота. Магнит Минска будут достраивать за счет бюджета. Об этом сообщили в Комитете строительства и инвестиции Мингрисполкома. Летом прошлого года Лукашенко поручил превратить долгострой в Белорусский торговый дом. Предполагается, что на подземном уровне разместится парковка, а выше земли торговый центр. Каждая область будет представлять в нем свою продукцию. В высотных крыльях здания расположится арендное жилье. На площадку уже вышел стройтресс номер 4. Он будет заниматься достройкой объекта. С фасада снимут витражи, поскольку завершить отделку в прежнем виде уже невозможно. Поэтому внешний вид здания изменится. Вместо сплошного остекления появятся стены и обычные окна в жилой части. Перед строителями поставили задачу закончить работы до конца года. В Беларуси появится новый автомобильный бренд из Китая. Речь идет о машинах марки G-Tour. Это один из суббрендов Cherry, которую производитель позиционирует как более премиальную версию этой массовой марки. Автомобили для белорусского рынка будут собирать в Казахстане. Первые машины должны появиться в Беларуси уже в первом квартале. В марте стартуют продажи кроссовера G-Tour X70, но по какой цене пока не сообщается. В Китае в зависимости от комплектации этот автомобиль стоит от 13 до 20 тысяч долларов. Напомним, сейчас на белорусском рынке представлено несколько китайских брендов. Это Geely, Jack, Havel, Cherry, Zotti и Chingang. К слову, накануне в Тегеране был подписан контракт на поставку 45 тысяч машин иранского бренда Saipa в Россию и Беларусь. Кроме того, будет продолжено сотрудничество в сфере совместного производства в нашей стране. Напомним, что 25 февраля Audi General Motors, Volkswagen, Skoda и Jaguar Land Rover заявили о прекращении поставок автомобилей в Россию, а следовательно и в Беларусь. Рено и вовсе остановило работу своего завода в Подмосковье. Вскоре на такой шаг пришлось пойти и другим известным брендам, таким как BMW, Ford и Mercedes-Benz. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ YouTube. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем вечера и Жыве Беларусь!